Здравствуйте! В эфире выпуск в студии Вера Ионкина и о главных событиях к этому часу. Сегодня в Москве проходят переговоры России и Турции по вопросам обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Министр иностранных дел Турции сообщил, что на данный момент стороны не достигли договоренности, однако работа над соответствующим итоговым соглашением продолжается. Тем временем накануне США направили военную технику в Сирию. Однако ранее в администрации Белого дома заявляли, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Депутат ЛДПР Александр Шерин считает, что Анкара ведет себя по отношению к Москве крайне недостойно. Хотел бы напомнить, что вооруженные силы Российской Федерации, единственные вооруженные силы, которые находятся на территории Сирийской Аравской Республики, легитимны по официальному приглашению руководства Сирии. Второе, я бы хотел процитировать. Любой, кто атакует Турцию, должен знать, что он поплатится за это и не только там, где совершил атаку, а где угодно. Самолеты, которые бомбили мирных жителей в Идлибе, больше не будут летать так свободно. Мы понимаем прекрасно, что при всех нелепых обвинениях, единственные самолеты, которые летают сегодня над Сирией, это самолеты ВКС Российской Федерации. Да, но я вам хочу сказать, что вертолет-то сирийский военный уже сбит ПЗРК, которая там непонятно откуда взялась, а в общем понятно откуда взялась. Понятно. И мы уже имеем горький опыт, когда сбили наши истребители Су-24. Между прочим, турки. Турки. Так вот, Турция изначально является старейшим членом блока НАТО. На территории Турции находится американская военная база Инжерлик. Турция всегда воевала всю историю с Российской империей, с Советским Союзом были конфликтные ситуации. И сегодня Турция видит, что Российская Федерация очень непростые времена, надо сказать честно. Нас обложили экономическими санкциями, у нас есть соответствующие проблемы с украинской стороной, это Черное море. И Турция, конечно, в лице Джерта Эрдогана пытается максимум излечь выгоды для себя. Ну, не всегда самым корректным способом. Они получают Южный поток газовый, они получают контракт на строительство, соответственно, электростанции, они получают контракт на выгодных условиях на С-400 и многое другое. Мы вернули туда наших туристов. На сегодняшний момент у Эрдогана проблема номер один это курды. И он не заинтересован в том, чтобы Сирия сохранила свои территории в нынешнем государственном, в государственных границах. Что надо делать в этой связи, на мой взгляд, Российской Федерации? Нам все-таки надо более тесно работать с курдами. Надо с ними пообщаться, надо их... Нет, мы можем абсолютно... Мы просто с ними не разговаривали, понимаете? Американцы к счастью... Американцы курдов кинули, как известно, в стратегии это. Кинули, кинули. И курды это заметили, и курды это запомнили, это правда. Мы вам покажем сегодня... Это хорошая идея. Ей помогали другие страны. Всегда, когда с нами были у каких-то других стран конфликты, им помогала Турция. Поэтому я считаю, что турецкая сторона, к сожалению, понимает только язык жесткий со стороны России. Россиянам сделают дополнительное выходное в день голосования по поправкам в Конституцию. Владимир Путин накануне сообщил, что голосование состоится в будний день. На минувшей неделе президент встретился с рабочей группой и выслушал предложения по внесению их в основной закон страны. Нилов Ярослав Евгеньевич. Спасибо. Прежде всего, хотел бы поддержать все прозвучавшие от своих коллег по Госдуме предложения социального характера. И спасибо, что вы уже частично поддержали. Действительно, в регионах, проводя общественное обсуждение, больше всего, особенно неполитизированную часть участников, волнуют именно социальные вопросы. И в Ненецком округе, это север страны, и в Смоленской области, это центральная Россия, на эти вопросы больше всего внимания обращали граждане. Я хотел бы озвучить одну идею и, как говорится, посоветоваться, насколько можно было бы ее погрузить в текст Конституции. Связана она больше, наверное, с идеологией, которая близка фракции ЛДПР, которую в парламенте я представляю. Вопросы геополитики, они являются для нас одними из приоритетных. И постоянное взаимодействие, особенно с ветеранскими организациями, также подчеркивает значимость того предложения, которое сейчас я озвучу. В тексте Конституции 1993 года в преамбуле указывается про то, что Российская Федерация – часть мирового сообщества. Да, действительно, мы часть мирового сообщества, но по сравнению с 1993 годом страна заметно изменилась, у нас другой потенциал – ядерный, научно-технический, военно-промышленный. И, наверное, роль России в современном мире, она уже иная. И, может быть, подумать над тем, чтобы каким-либо образом, может быть, тонко, аккуратно подчеркнуть именно вот эту вот идеологическую составляющую в новом геополитическом измерении, подчеркнув роль миротворческого государства, сдерживающую роль от возможных серьезных угроз, от глобальных военно-политических конфликтов, или роль по обеспечению глобальной безопасности для всего человечества, всей планеты. Конкретных юридических формировок пока предложить не могу, и нужно с юристами подумать в случае поддержки концептуальной, каким образом можно было бы это оформить, а как идея, вот я хотел бы это озвучить. Спасибо. Россия, как известно, является страной основательной лицой Организации объединенных наций, 75 лет, которые мы будем отмечать, и постоянным членом Совета безопасности ООН. Вот, имея в виду наш, в полном смысле этого слова, особый статус на международной арене, мы, конечно, можем какие-то идеи в этой связи сформулировать, но вы тоже подумайте над формулировкой, мы потом к этому еще вернемся. Хорошо? ЛДПР подготовила законопроект о маркировке изображением дорожного знака движения, запрещено инструкции к лекарственным препаратам, которые нельзя употреблять при управлении автомобилем. Там же им предлагается разместить информацию о том, что и через какое время будет происходить после приема, когда водитель сможет сесть за руль. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Ярослав Нилов, Борис Пайкин и Андрей Свинцов. К другим новостям. За ненормированный рабочий день россиянам следует предоставлять несколько дополнительных дней отпуска. Соответствующий законопроект накануне был нанесен на рассмотрение Госдумы депутатами фракции ЛДПР. Причиной для создания данного документа послужили многократные злоупотребления работодателями формулировки «ненормированный рабочий день». Работодатель ничего не нарушает, а он злоупотребляет, пользуясь отсутствием определенных ограничений, которые предложили в своем законопроекте депутаты фракции ЛДПР. И на примере Государственной Думы у нас сотрудники аппарата, в том числе возьмем аппарат комитета по труду в социальной политике и делам ветеранов. Все сотрудники аппарата подчиняются руководителю аппарата Государственной Думы, но председатель комитета осуществляет также руководство аппаратом комитета. У сотрудников установлен ненормированный рабочий день. И я, как нормальный руководитель, понимаю, что надо беречь своих сотрудников. Если нужно остаться, например, после шести и поработать до девяти в связи с подготовкой мероприятий, и это нужно сделать один раз в неделю, то это нужно сделать. Но специально создавать условия, чтобы каждый день сотрудники после шести перерабатывали, находились на рабочем месте, и я это объяснял тем, что у них же установлен ненормированный рабочий день, это, с моей стороны, злоупотребление, я считаю. И у меня может быть определенный умысел. Либо я создаю специальные условия для того, чтобы человек написал по-собственному и ушел, либо я таким образом от них освобождаю от обязанностей и эти обязанности таким образом перераспределяю, потому что мне так представляется правильным. Но так как я бережно отношусь к сотрудникам, понимая, что меньше будут болеть, лучше будет работоспособность, внимательнее будут относиться к своим обязанностям, я не злоупотребляю. Но есть другие примеры, когда, наоборот, злоупотребляют. Вот мы своим законопроектом хотим ограничить работодателя от возможности злоупотреблять. И это не связано с какими-то налоговыми отчислениями, с переработкой сверхурочных, это совершенно по-другому оплачивается. Мы говорим о том, что надо определить категорию, на которую не должен распространяться этот режим. Раз. Мы говорим о том, что необходимо дифференцированно компенсировать в зависимости от количества часов, выработанных в этом режиме ненормированного рабочего дня. И мы говорим о принципах справедливости и создания барьера для злоупотребления. Вот принципы, которые заложены в концепции представленного законопроекта, разработанного нами, фракцией ЛДПР. С каждым годом в России все чаще поднимается вопрос об отказе использования пластиковых изделий. Депутаты ЛДПР регулярно призывают власти принять необходимые законы, которые позволят заменить пластиковую посуду и упаковку на более экологичную. На самом деле пластик не только вреден для тех, кто употребляет пищу из пластика, но и вся переработка, и дальнейшая его утилизация, она очень дорогостоящая. И на самом деле самые тяжелые отходы как раз это от пластика. От пакетов, от пластиковой посуды, от ложек, от стаканчиков одноразовых и так далее. Есть предложение убрать всю пластиковую посуду вообще, использовать бумажную посуду. Уже есть разработки и в Европе уже практически отошли уже от использования пакетов и пластиков. И уже даже если смотреть, даже в Таиланде, в больших универсамах уже не дают пластиковый пакет. Уже люди ходят уже со своими сумками, тканевыми или с бумажными. На самом деле все, что мы сейчас копим из пластика, все это потом нам очень серьезно и проблематично аукнется. И очень большое загрязнение от окружающей среды идет как раз от пластика, и тем более будет загрязнение от его переработки. В России необходимо создавать министерство одиночества, по примеру, в Великобритании, считает Владимир Жириновский. Политик отметил, что большинство россиян – одинокие люди, особенно от этого страдают жители мегаполисов. Самое важное, по мнению председателя ЛДПР, не затягивать этот процесс на десятилетия. В Британии при Мерезе Тей, Терезе Мэй, недавно она ушла, было создано министерство одиночества. Мы создадим, ну как всегда мы обезьянничаем. То нам Маркс нравится, то это министерство одиночества. Миллионы людей одинокие. Самое большое число в Москве, молодые, 25 лет и старше, в ВУЗе не поженились, на работе ни с кем, не получилось. И они одинокие, так сказать, живут с престарелыми родителями. Нам придётся создавать. Но почему всегда всё на Западе начинается? Почему? Так же нельзя. Понимаете, это же… Посмотрите, у нас первый монорельс и, так сказать, мощный… То, что сегодня САПСАН, ВСМ называется, высокоскоростная магистраль. Наш инженер изобрёл. Севастьян Вальднер. Ну и что дальше? Изобрёл, а там переняли. Яблочко в лампочку изобрёл, а Эдисон запатентовал. То есть всё русские изобретали, но не хватало юридического механизма. Ну скорее запатентуйте. Это наши, это мы первые. Как Попов радио изобрёл, а итальянский монах запатентовал. Вот с этим нам с вами нужно бороться, как и Министерство одиночества. Введём, но с опозданием на 30-40 лет. К этому часу у меня все новости. Прямую трансляцию эфира вы можете смотреть в режиме онлайн на официальном YouTube-канале. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok